Принятой радой на прошлой неделе закон ОЖКХ мы сможем почувствовать в своих платежках только со следующего года. Какие новшества он принесет, кому выгоден и к чему принуждают обычных украинцев. Мы составили топ-5 полезных и не очень новинок от коммунальной реформы. Первое и, пожалуй, самое неприятное изменение – возвращение пени. Она оказалась лишь хорошо забытым старым. Своеобразный штраф за просрочку платежей отменили 21 год назад. Ее воскрешение некоторые специалисты связывают с очередным налогом, который со временем грозит вырасти. Сегодня пеня будет 0,01, а завтра будет процент. Завтра 3%. Для того, чтобы любыми путями понудить население отдавать последнее все, что только можно отдавать. В случае, если у тебя не будет что отдавать, заберут квартиры за долги. Пеню введут в обиход с 1 января. Но тех, кто получает субсидии, эта норма все же обойдет стороной. Еще одним ноу-хау станет графа обонплаты в платежках тех, кто так и не создал ОСМД. Некоторые специалисты называют это попыткой власти силой загнать их в объединение. Ведь в противном случае платить придется больше. Но не все так однозначно. В противовес механизму объединения депутаты создали и ограничители. Так владельцы более половины дома смогут препятствовать созданию ОСМД. И вот вы собрались создать ОСМД, сложили все ваши квартиры, а подвалы вам не принадлежат, потому что по договору вам застройщик не передал подвалы и чердаки не передал. Поэтому тогда застройщик может сказать, что вы владеете только своими квартирами. Сложив все квартиры, у вас будет ОСМД, но чердаки, подсобные помещения и подвалы будут принадлежат мне как застройщику. Кто объединиться не успел или не захотел, будет обязан напрямую заключать договор с поставщиком, что в очередной раз грозит ударить по кошельку. Звежим является и механизм отключения должников. Зона ответственности поставщика ограничится границами дома. За все потери в здании гривной будут отвечать сами жильцы. У нас уже забыли все, что 22 июня принят закон о коммерческом учете коммунальных услуг, где по сути ставится крест на том, что у кого счетчики есть, воды холодной, горячей, тепла, газа. Все это перечеркивается. Почему? Потому что все, что на вводе в дом течет, вода вытекает, газ теряется и все прочее, разбрасывается на всех жильцов. Если потребители вовремя не сообщат показания своих счетчиков, их могут рассчитать по среднему показателю дома. Но эту норму эксперты считают скорее недоработкой. Там довольно так скользко сказано, что могут монополисты устанавливать счетчик на весь дом и требовать со всего дома полного расчета. Ну, я считаю, что это большая ошибка и проблема этого закона, потому что монополисты тогда будут действительно требовать, чтобы по всему счетчику оплатили. А ведь есть люди, которые субсидию не получат, еще что-то. Кроме того, скользким остается пункт, по которому из-за долгов одного жильца вполне себе могут отключить и весь дом. Теперь за все необходимо будет отвечать. То есть за неуплату вы будете отвечать пеней, либо штрафными санкциями, либо в том числе есть такое понятие, как наложение ареста на имущество. За некачественные услуги потребитель может, опять же, либо не оплачивать, либо оплачивать в полном объеме данной услуги. В оценке плюсов реформы для поставщиков эксперты не солидарны. Кто-то считает закон выгодным монополистом, а некоторые называют его началом борьбы с ними. Но в этом пункте разногласия скорее показатель нелогичности реформы. И последним, и столь же дискуссионным новшеством станет монетизация субсидий. Дело в том, что сейчас льготы безналичные, но вскоре деньги начнут перечислять поставщикам. Субсидии не мотивируют людей экономить тепло, электроэнергию, утепляться и прочее. Новый закон мотивирует. Просто еще раз говорю, там много вещей таких двойственных, которые нужно будет доработать. Я думаю, вот за эти полгода будут такие подзаконные акты Министерства жилищно-коммунального хозяйства, которые отрегулируют это. Большинство наших экспертов сходятся в одном. Реформа преждевременна и требует доработок. А тем временем грядет еще один сюрприз. Цена на газ, скорее всего, вновь подскочит. Правда, на сколько, людям еще не сообщили. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Р Pl Melонlie сможет «Репортер». Репортером «Репортер» Репортером «Репортер»